На сегодняшний день Рязанскую область смело можно назвать театральной территорией. В нашем регионе уже сложился свой собственный календарь фестиваля и заметное место, в котором с прошлого года занимает фестиваль спектаклей о любви «Свидание на театральной». В прошлом году принять участие в нем изъявило желание 39 театров, а в этом заявок было более 90, в том числе и от зарубежных коллективов, среди которых театры из Аргентины, Ирана, Македонии, Турции и не только. Такой интерес наверняка объясняется темой фестиваля, ведь практически в каждом спектакле есть хотя бы одна история любви. Мы должны обратить внимание на то, что мы говорим о спектаклях о любви с высокой планкой, мы говорим о том, что это и интереснейшие эксперименты, это и замечательная классика в новом прочтении, и это всегда новая повестка, потому что любовь, она многообразна, она невероятно широко может на сцене быть представлена, и хотелось бы определить некие тренды спектаклей, наиболее современные, наиболее интересные, не уходя и от классических приемов. Открылся фестиваль с совместным проектом Рязанского театра драмы и частного театра из города Побратима Мюнстера. Рязанские актеры и их коллеги из Германии представили спектакль «Сердца и ножи». Проект этот смело можно назвать уникальным, ведь никто в России пока еще не ставил совместных спектаклей, которые игрались бы на двух языках. Проект очень интересен тем, что и тема, которая там поднимается, и сам сюжет, он очень актуален всегда. Это, знаете, такой немецкий Ромео Джульетт, скажем так. И то, что одна семья немецкая, другая семья русская, и в финале все сводится к тому, что мы должны дружить, мы посчитали совместно с немецкими коллегами, что именно сегодня эта тема очень актуальна. С нетерпением этого спектакля ждал и театральный критик, председатель жюри фестиваля Николай Жегин. Загадочно все, как это встретится русская рязанская труппа, которая будет говорить на чисто рязанском русском языке, а отвечать будут ей на чисто, так сказать, западно-немецком из города Мюнстера. Не знаю, как это получится. Я думаю, даже как и для вас, это большая загадка. Однако главным критерием оценки представленных спектаклей будет не загадочность и оригинальность, а понятность для зрителей. Мне кажется, зритель должен все понимать. Понимаете, он заплатил деньги, он пришел, сел, он хочет, чтобы ему было все понятно. Почему пришел сюда персонаж, почему у него такие отношения, почему он с такой ненавистью смотрит на этого человека. Более того, сами персонажи не могут этого знать, а мы, зрители, должны это знать. В этом загадка и прелесть театра. Спектакль «Сердца и ножи» рязанские зрители смогут увидеть и вне рамок фестиваля. Дважды в месяц на сцене Рязанского театра драмы его будут играть вплоть до апреля будущего года. Ну а в течение фестивальной недели у рязанцев будет возможность познакомиться с театральными коллективами из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми и Италии. Так что следите за афишей и поспешите в кассы театра. Билетов почти не осталось. Ирина Ковалева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».